МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Эфир телеканала ННТ продолжит. Новости Дагестан, в студии была Ахмедова. Здравствуйте. И вначале коротко о главном. Сегодня им все слова и пожелания. Ветераны Великой Отечественной и участники СВО получают поздравления с профессиональным праздником. Случайная находка или наследство от родственников. 42 единицы огнестрельного оружия и более 2000 патронов различного калибра изъяты из незаконного оборота в Дагестане всего за неделю. Не все дается легко и быстро. В кинотеатрах прошла премьера дагестанского полнометражного фильма. Подробнее о кинокартине смотрите в выпуске. Особый праздник для каждого гражданина нашей большой страны. Сегодня День защитника Отечества. Поздравления и самые теплые слова тем, кто служил и кто на боевом дежурстве сейчас. В этот день особую благодарность традиционно выражают ветеранам Великой Отечественной, чей подвиг навсегда в нашей памяти, а теперь и бойцам, которые героически сражаются в зоне СВО. Так участников специальной военной операции, которые проходят лечение в Республиканской клинической больнице номер 2, навестил премьер-министра региона. Днем защитников Отечества. Как здоровье? Здоровье нормально. Ну, лучше, конечно. Ну, уже лучше. Да. А давно? Здесь хорошие врачи, здесь они смотрят, хорошо. Ну, если какие-то проблемные вопросы есть, вы обращайтесь к нам. Меня Абдул Муслим звать, я представитель правительства, если что. Абдул Муслим Абдул Муслимов также посетил родных и близких участников СВО, которые находятся на стационарном лечении. Это вам. Спасибо. Вам. Для ваших защитников Отечества. Это вам. Большое спасибо. Как у вас здоровье? Нормально. Вам огромное спасибо за то, что воспитали таких настоящих героев, защитников Отечества. Конечно, матери сложно, а детям, как-то говорить. Но вместе с тем, на всю волю всевышенную. И, конечно, это, если мы не будем зашать нашу родину, ее никто зашать не будет. По сложившейся доброй традиции 23 февраля проходят адресные поздравления ветеранов Великой Отечественной войны. Так, министр труда Мурат Казиев и вице-премьер Абдрахман Махмудов побывали в гостях у Юрия Петрухина. С праздником. Взаимно. Белаем вам крепкого здоровья, всех благ. Чтобы вы в таком же бодром духе были всегда. Ай, слава вам. Юрию Петрухину 97 лет. Будучи 16-летним юношей, он получил повестку из военкомата. После был определен на службу в железнодорожных войсках СССР. Победу над фашистской Германией Юрий Антонович встретил в Польше. Награжден медалями Жукова за доблестный труд Великой Отечественной, за оборону Кавказа и за победу ВОВ. В завершение встречи ветерану вручили подарки к празднику. Торжественные мероприятия в честь праздника сегодня проходят по всей республике. Так, премьер-министр региона вручил госнаграды отличившимся дагестанцам. Среди отмеченных 16 мужчин, которые достигли значительных результатов в своей профессиональной деятельности. Это руководители сельских школ, представители контрольно-надзорных органов, судебной системы, строительной отрасли и так далее. Абдул Муслим Абдул Муслимов поблагодарил участников церемонии за многолетний добросовестный труд. Пожелал крепкого здоровья и благополучия. Официальное открытие парка воинской славы прошло в Хунзахе. Территория благоустроена в памяти о воинах-интернационалистах, героях местных конфликтов и бойцах, участвующих в СВО. Ремонтные работы были проведены в рамках проекта местной инициативы. Кроме того, для удобства посетителей в парке обустроена детская площадка и установлены удобные скамейки. Песни военных лет, возложение цветов к памятнику и награждение отличившихся жителей района. Торжественное открытие парка посетили представители местной власти, военнослужащие, родные и близкие погибших солдат и местные жители. И к другим темам. 42 единицы огнестрельного оружия и более 2000 патронов различного калибра изъяты из незаконного оборота в Дагестане. И это лишь за прошедшую неделю, сообщает МВД по республике. Как отметили в ведомстве, в большинстве случаев люди ссылаются на то, что оружие ими было найдено или осталось от покойных родственников. Кроме того, ликвидирована и одна мастерская по незаконному изготовлению боеприпасов. Данные факты были выявлены в рамках оперативно-профилактической операции «Оружие». В «Махачкале» состоялась премьера долгожданного дагестанского полнометражного художественного фильма «Все и сразу». Посмотреть на работу дагестанских режиссеров и на игру местных актеров и блогеров собрались почти 600 человек. О чем повествует фильм и в чем главный посыл кинодрамы, расскажет моя коллега Тамара Самедова. У меня идея созрела, брат, тема топовая. Расставщичество, харам. Ты опять что-то выдумываешь? Да, я разберусь. Ничего в жизни не достается легко и быстро. Мораль кинокартины проста. Но истина эта, увы, в современном мире доступна не всем, говорят авторы. Фильм как некое напоминание. Режиссер ленты Мухаммад Меджидов для своей работы выбрал жанр драма. И не просто так. Картина основана на двух реальных историях. Одна история была моего близкого товарища, с кем я вместе мечтал снимать кино. Он умер в 25-летнем возрасте. Его звали Джабраил Саадулаев. У него была история с глухонемой девочкой интересная. А я уже решил добавить историю именно с этим парнем, который захотел все и сразу разбогатеть. После просмотра фильма зрители признали, что остались под незабываемым впечатлением. Кинокартина поднимает вопросы духовно-нравственного воспитания молодого поколения. Во-первых, хочу обратиться ко всем молодежи. Советую посмотреть. И фильм дает такое понимание важности духовно-нравственных ценностей. Это очень похвально. Это очень круто. Сняли такой хороший фильм, качественный сценарий. В конце даже немножко прослезились. Было очень трогательно. И тема тоже очень важная для молодых ребят. Желаю успехов, дальнейших фильмов и высших наград и высот. Если честно, актуальная тема для нашей молодежи. Нежели смотреть всякие там Marvel и DC с неправильными ценностями, лучше смотреть такие фильмы. Я сегодня был очень удивлен, даже, можно сказать, поражен. Понравилась эта командная работа. Особенно эмоции проявлялись именно в том моменте, когда даже нечего сказать. Я даже ничего не буду сказать. Не буду говорить? Да, лучшая команда. Только эмоции. Нечего больше сказать. Среди зрителей кинокартины и экспертов из киноиндустрии. Отзывы только положительные. Приятно удивлен. Что наши дагестанские кинолюбители начали снимать художественные фильмы. Я посмотрел с удовольствием фильм. И очень достоверно играют артисты. И сюжетная линия тоже хорошо скомпонована. У меня особых замечаний нет. Просто хочется поздравить коллектив съемочный с такой прекрасной работой. Картина снята дагестанской кинокомпанией студии 136 при поддержке Министерства культуры республики. Телеканал ННТ выступает информационным партнером фильма. Также совсем скоро зрителей ждет еще одна полнометражная комедия «Докставщик». Его производством уже заняты два режиссера – Мухаммад Меджитов и Ибрагим Урсанов. Тамара Самедова, Шамиль Хирея Сулаев, Новости, ННТ, Махачкала. Спортсмены с мировыми именами помогают в распространении газеты «Ас-Салам». Известных лиц пригласили в конно-спортивный комплекс «Зебра», где в праздничной атмосфере им вручили благодарственные письма от муфтия республики шейха Ахмада Афанди за вклад в дело сохранения и укрепление духовно-нравственных ценностей. Все подробности у Аиши Тухаевой. Подписка и распространение газеты «Ас-Салам» – благое дело, в котором стараются принять участие многие мусульмане. Олимпийские чемпионы, в том числе занимающие ответственные государственные посты, не исключение. Они много лет активно участвуют в просветительской деятельности газеты «Ас-Салам». В этом процессе при активном участии принимали спортсмены и тренера Махачкалы. И в знак признательности собрались с ними, посидели, подвели итоги. «Ас-Салам» – это самая лучшая, я думаю, причина, чтобы стать участником в «Благом деле». Во-первых, сегодня мы знаем, что много информации будет в интернете, никаких проблем нет получать знания, но мы их все равно не получаем, сколько бы ни было в интернете ученых выступающих. А когда газета находится дома, если не сам хозяин дома, то его дети или супруга обязательно возьмут ее в руки и прочитают. У нас сегодня такой баракатный маджилис, маджилис шукра, можно назвать так. Все эти братья-спортсмены, они как семья одна, спортивная, как спортивная семья, которые поддерживали распространение духовно-просветительской газеты «Ас-Салам». Кто-то сам ходил, делал подписку, кто-то материально оказал поддержку. В Луганской народной республике богословы, которые там сейчас находятся, с просветительской миссией, тоже распространяли газету «Ас-Салам» на улицах Северодонецка. Такого благодарного и теплого отклика мало где встречали, делились они. Жители Северодонецка сейчас существуют без связи и интернета в полуразрушенном городе. Газета «Ас-Салам» обрадовала и согрела души многих из них в морозный февральский день. Это такая добрая газета, это вам подарок. Спасибо. Мы хотели вам подарить добрую газету. Дай вам поздравить. Благодарю вам тоже. Как у вас? Ас-Саламу алейкум. Алейкум ас-Салам. Я из Махачкалы. Машалла, я тоже из Махачкалы. Машалла. Алхамдулла. Здесь с какими судьбами? Здравствуйте. Здравствуйте. Как у вас? Ничего так. Это такая добрая газета «Ас-Салам». Это вам подарок. Спасибо большое. Ух ты. Аминь. Спасибо. Вам тоже. Спасибо. Спасибо. Альша Тухаева, Шамиль Хирисулаев, Мухаммад Алиев, Мурат Бекбарзов. Новости ННТ. Махачкала. Северодонецк. И к новостям спорта. Джудаист Магомед Магомедов провел мастер-класс в Эсбербаше. На тренировке филиале клуба Universal Fighters медалист чемпионатов мира и Европы обучал ребят тонкостям борьбы. И показал юным спортсменам свои фирменные приемы, которые пригодятся им на турнирах по джиу-джитсу и грепплингу. Два приема. Дети следили за каждым движением титулованного гостя и с энтузиазмом их повторяли. Под чутким контролем Магомеда Магомедова они учились амплитудным броскам, позиционным атакам, а также выполняли базовые, простые и сложные приемы. Некоторым из детей повезло больше. Они вышли на ковер с чемпионом. После позитивного мастер-класса Магомедов ответил на вопросы молодежи. Всего ценные советы и слова мотивации от дзюдоиста получили около ста человек. Как бы тяжело не было, надо потерпеть. Чтобы достичь, например, не все же чемпионами станут спорта. Кто-то может главой стать, кто-то профессор, кто-то космонавт. Самое главное, что кто здесь есть, чтобы друг с другом дружили, связь держали. Потому что если вы с этого круга выйдете, например, в зал не будете ходить, попадете в другой круг, там, например, бывают такие друзья, которые говорят, попробуют наркотические вещества, попробуют что-то такое, один раз попробуй, ничего не будет. Бывает такой круг, попадаете. Поэтому, чтобы вот такие круга не попадать, нам надо в зале быть и равняться на лучших. На этом я с вами прощаюсь. Для вас в студии работала была Ахмедова. Смотрите наши новости также в социальных сетях. Всего доброго и до новых встреч в эфире. Субтитры создавал DimaTorzok